Она прижимает одну рыбу к груди, другую к лицу. Рыба у нее вот здесь, она берет, она зубами ее хватает. Ксения Бородина. Там на острове находишься, абсолютно голая с собой. Анна Седокова. Я буду это говорить, я буду это говорить. Брунов, отец. Реалити-шоу «Последний герой». Кстати, 5 миллионов. А у нас туалетная бумага где? Всем привет, я Константин Анисимов, это ОК на связи. И сегодня у меня в гостях актер, а с недавних пор звезда. Реалити-шоу «Последний герой» Алексей Лукин. Леша, здравствуй. Большой всем привет. Кость, привет. Значит, на ТВ-3 уже развязка, кульминация сезона, но ты еще в игре. Мы без спойлеров сегодня. Для тех, кто хочет узнать, как все закончится. Ну, а теперь расскажи мне, как тебе Таиланд? Это на всю жизнь. Вот так я бы сказал. Конечно, когда там участвуешь, в первые дни ты приезжаешь и спишь под дождем. И комары просто... Там другие комары просто. Не такие, что ты здесь отмахнулся, ну, у нас в России. А там ты отмахнешься, он говорит, я в любом случае тебя укушу, чувак. Я тебя запомнил. Ты можешь ударить, он в эту руку тебя укусит. То есть там пипец. То есть ты, когда спишь в джунглях, там комары. Идешь спать, чтобы тебе было попроще, хотя бы ты мог дышать. Ты идешь к морю, там пляжные блохи. Здесь надо найти что-то между. Где мало блох и меньше, конечно. Мы спали. Но потом уже, понятно, построили домик. Нашли какие-то пакеты. На самом деле хотелось бы сказать, что очень много мусора. Даже на нашем острове, который необитаемый, было много мусора. Да, надо ценить нашу землю и собирать мусор. Да, просто... Давай отмотаем к тому моменту, когда ты получил пригласительный или предложение. Долго ли ты думал и быстро ли согласился? Я сразу сказал нет. Спасибо. Я почитал, увидел, что там идея мне очень понравилась, что там родители и ребенок. Да, об этом мы поговорим. И я подумал, ну у меня мама, которая вообще, она такая, не надо я, я стесняюсь. Леш, не надо. И папа, который такой, ну не знаю. И я понял, что, скорее всего, мне не получится принять участие. Хотя это легендарная игра, я хотел, я с детства смотрел Бодрова. Ну да. Потому что ты 99-го года рождения, а первый сезон вышел в 2001-м. То есть ты... Я в два года как раз, в три-три. Я посмотрел и стал фанатом. Но на самом деле я спросил у папы, говорю, пап, я бы хотел, но я понимаю, что, наверное, нет. Он почитал и говорит, я в теме. Слушай, ну у тебя звездная семья. Не думал ли ты взять брата или, например, сестру вместо папы или мамы? А нельзя было, только... Только родители. Да, только родители. Я бы взял, конечно, сестру, мы с ней уже участвовали в подобных шоу. Она такая, сорви голова. Она бы там, конечно... И Матвей нет. Матвей, я не знаю, вот я бы посмотрел на Матвея там, который не может без зала. Но там можно было придумать кокосами, себя нагрузить, поприседать. Можно что-то было бы придумать. Твой брат Матвей, игрок ЦСКА, капитан молодежной сборной России. Это будущее, я хочу сказать, это будущее нашего футбола. Ну у тебя суперзвездная семья вообще. Да. Но папа и мамы, они никакого отношения к индустрии, к шоу-бизнесу не имеют. Нет, нет. Меня еще всегда спрашивали, типа, Леш, а у тебя родители актеры? Я говорю, нет. У меня бабушка, ну, мама, она такая немножко театральная. Я приезжаю, она такая, о, артист, блядь. Она меня всегда так встречает. Ну, что ты там сыграл? Ну, это я все вижу, это все не то. Вот такая. Мне кажется, оттуда я что-то такое. Сарказм какой-то мой. Может быть, оттуда. А так, действительно, мама медсестра, да, роддом, она там, ну, живет этой работой, ей очень нравится. Папа сейчас занимается мелким, который тоже 8 лет тоже в ЦСКА. Мы растим будущее для наших армейцев. Да, я сам. То есть я сам тоже ЦСКовец. По сути, все футболисты. Хотя мой брат сейчас снимался, ну, в «Пилот» мы сняли для «Ока» сериал, пока не знаю, можно говорить, нет. И он играл меня в детстве там, в пару сериях. О, круто. И ему нужно было, у меня такая была характерная оценка, я интроверт. И в какой-то момент я должен, так, загрузка у меня идет, меня все спрашивают, я подвисал и смотрел в камеру, и типа... Ну, не могу ничего сказать. И брат должен был повторять в маленьком возрасте. Его ставят в кадр, он такой весь «Лёх, я не хочу, блин, я вообще не хочу, блин, я хочу на тренировку, блин, играть в трениалке в Бравл Старос». Я думаю, переиграл. И уничтожил. То есть, да, то есть очень органично, я тоже не знаю, может быть, он тоже будет. Вернемся к папе, к подготовке. Ты сказал, что ты фанат. Вместе с папой вы отсматривали предыдущий сезон, чтобы подготовиться. Может быть, какие-то видео по выживанию, которых очень много в интернете. Очень много, там смешные есть. Если что, медведя бьешь, кадык. Тайский медведь знаменитый. Конечно. Ну, мы смотрели, к сожалению, там плохие записи, вот как раз Бодрова, мы что-то нашли, и папа такой мне говорит, нам же не дадут умереть там. Ну, вроде сейчас вот мы смотрим, нормально выглядят все, но не может быть такого, что там действительно очень тяжело. И мы посмотрели последние выпуски, последнего героя, хотя их было тяжело найти, какие-то отрывки. И я в этот момент понял, что, возможно, действительно там будет непросто. И мы с папой сели на диетку. Да, перед тем, как туда поехать, мы начали наши желудочки немного... А может быть, наоборот, надо было жирок поднакопить, чтобы там потом... Вот рэпер Птаха, который тоже участвовал, он говорит, что он специально приехал такой большой, он сказал, что это обязательно. Нужно приехать с запасом, чтобы он уходил потихоньку, и у тебя эта энергия была в организме. А если ты дришь, он мне сразу сказал, тебе будет очень непросто. Ты и так худой, мы не знаем, как это делать. Советы Птахи. А Птаха, ты что, он живет этой игрой, он фанат, у него здесь татуировка последний герой. Реально? Да, он занял четвертое место в прошлом сезоне, и он говорит, если здесь я попаду, там куда-то дальше пройду, у меня будет новое. Он действительно, хочется респект выразить, он просто живет этой игрой, он фанат такой, что я не знаю. Я приехал, мне было прикольно с папой побыть, мы много не видимся, у меня съемки там, и мне просто было классно, что мы с ним рядом. Ну и себя там испытать в каких-то моментах. А Давид, он жил, он просто, он, я, я там... Интересно, интересно. Ну, на самом деле, да, сложно с таким человеком, который, может быть, какие-то читерские ходы, не знал вот это или... Да, он знал много вещей таких, которых я там... А вы с папой ходили когда-то в походы, может быть, там, с палатками или... На рыбалку, да, могли пойти, но это не то, это другой мир, то, что на рыбалку, там, в термосе, там, пошел чаек, когда холодно. Потом что-нибудь выпить немножко можно, да, там, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, на остров можно было взять какие-то... Одну вещь. Одну вещь? Одну. И ты выбрал ремень, где ты это подсмотрел? Это было очень глупое решение мое. Этот ремень, какой я его привез, он как лежал, он там и остался. Я ни разу им не воспользовался. Я подумал, что это вещь, я напишу любимую вещь, но я ее буду использовать, ну, как-то... Какой-то лайфхак я сделаю, я хотел взять маску подводную, но я взял ираклий, и поэтому мне сказали, нельзя. Я подумал, что этим ремнем, если что, я два бревна смогу соединить, сделать плод. Дву бревна? Да, ну... Ну, и как-то что-то, я думал, можно соединить, подцепить. А папа взял перчатки, такие похожи на... на строительные, и они очень помогали потом, я ими ловил крабов и моллюсков, я нырял, и очень было не больно, когда они тебе там... Крабики у тебя кусают. А сейчас как ты смотришь на морепродукты после того, как? Я не хочу их есть. Нет, первое время, конечно, ну, ты ешь эти моллюски, ты их добыл, это такой свежак, ты можешь их сырыми, можешь отварить, можешь даже поджарить, ну, просто. Это кайф, устрицы там были у нас, крабы. Но потом, к концу, ты понимаешь, что вот, они есть, но я лучше поголодаю. Я лучше... Нам давали банан перед испытанием, ну, или мы находили там бананы, и вот этот банан, это, наверное, самое вкусное все равно, что было. Банан и кокос. Жареный кокос, ребята, я, когда заработаю много денег, я хочу... Это лучший снэк, который я когда-либо в жизни ел. Жареный кокос, ну, короче, старый кокос, не молодой. В молодом тоже очень вкусная вода, ты с утра ее пьешь, и просто у тебя организм дышит и живет. Омоложение какое-то, правда, посмотри, мне 40 лет. И трухлявый кокос обязательно, ты его разбиваешь, и там орех, самый вкусный, прям. Так, давай немножко, ага, глоточек воды. И там баунси, вот этот прям баунси, вот как шоколадка. Ты берешь кокос, его разрезаешь, достаешь, и поджариваешь. И жареный кокос, вот этот привкус огонька, я не знаю, я... Вот я поэтому сейчас очень сильно скучаю, я прям закидывался постоянно на съемок везде. Так, слушай, ну, по поводу гадов, которых вы ели, по поводу комаров, которых сложно убить, кто-то еще приползал к тебе по ночам? Да, у нас всегда, где мы спали, у нас есть раки-отшельники, но мы с ними договорились, как бы, у них своя дорога, и они, ну, конечно, первое время это было... Да, и ты такой, во-первых, ты ночью не спишь, это надо понять, что за ночь я просыпался там 20 раз стабильно, и это еще хорошо. Что, типа, ты проснулся, потому что жарко, потому что, а ты не можешь снять кофту, потому что тебя закусают просто. И эти отшельники, которые над ухом первые дни, ну, ты не можешь, ты просыпаешься, кажется, что там змея, там, или, ну, что-то такое, там, кабаны, говорят, были дикие, там, вообще, у нас были дикие собаки на острове, там, куча всего, но у отшельников свой путь, они, как бы, в свои дырочки заползают, они нас не трогают. Но, к сожалению, я потом их использовал, наша дружба немножко закончилась, я их использовал в качестве наживки для краба, мне приходилось их доставать оттуда, убивать, я извинялся перед каждым, ну, ну, правда, это было непросто, и убиваешь, а он начинает тухнуть, такой тухлячок, мне папа постоянно говорил, Леша, убери, пожалуйста, от нашего дома его, я говорю, давай, я его немножко убирал, и потом ты на краба ловишь, на этого тухляка ловишь краба. А съемки проходили в сезон дождей, расскажи, как вообще сезон дождей выглядит в Таиланде, людям, у которых сезон снега и гололеда. Нет, вообще, нам сказали, что он заканчивается, сезон дождей. И долго он заканчивался? Да, дожди были через день, через день, но там самое опасное, конечно, это молнии, которые там были. Наверное, первый раз в жизни я так, ну, испугался, когда в одну ночь, ну, просто день, ну, вечер, все светло, через пять минут темнота, небо затянуло, начинаются раскаты грома, сильный дождь, ветер, неспокойное море, и мы начинаем собираться, бежать, потому что, ну, от воды надо бежать, мы думали, от воды или, наоборот, в лес нужно что делать, мы такие в полупозиции стоим, и здесь у тебя над головой так, я чувствую, как здесь молния собирается, прям, ну, я думаю, ну, все, значит, ну, такая жизнь. И вот я увидел, ну, метров тридцать она ударила в море, вот я увидел молнию, которая просто ударила туда. То есть это все действительно было по-настоящему. В конце мы уже бегали, я уже понимал, что дождь, начинается молния, мы просто с ребятами собирались и в лес. Мы уже не ждали, ну, лучше в лесу. Там запасней? Да, а папа Ираклия говорил, я никуда не пойду. Я люблю дождь. Это краш, папа Ираклия Николас, это вообще краш, ему достаточно уже много лет, мне кажется, где-то около 70. Но он очень классно себя проявил, вот, ну, я не могу, да, говорить что-то, ну, ладно, но мы в финал выйдем, да, ну, или в тройке будем с Нико. В общем, да, и он очень сильный игрок, но он сказал, что молнии, пусть будут молнии, я буду лежать. Это самое безопасное, он говорит, ребят, вы не знаете, потом почитайте, вы сейчас с этой паникой создаете проблему. Я буду лежать, я никуда не уйду. И он действительно, мы его поднимали минут 20. Я, в принципе, в жизни ничего такого не сделал, чтобы в меня била молния. Да, 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 это как в кино мы такие с Давидом все мокрые, Нико, вставайте, он такой, нет. А расскажи, кто еще из участников проекта для тебя раскрылся по-другому? И о тебе, о тебе тоже поговорим. Ну, смотри, ну, давай, пройдемся, мой топ. Анна Седокова. Вообще, Анна Седокова для меня раскрылась. Первый раз, когда я увидел, она сказала, у меня 130 нарядов, я не знаю, мне не разрешили взять. И ты с ремнем стоишь, про это я понимаю? Да, я все собрала, думала, что мы поедем, мне сказали, нельзя, по-настоящему, что-то все будет. И она такая немножко мне показалась, ну, Ань, я думаю, через неделю, ну, как будто ты уедешь. Это действительно другой мир. В итоге, Аня, склейка Ани, там, в испытании, которую уже там все видели, с Иракли, где нужно было, она подвешена к крану. И она ныряет за рыбой, и она вот так вот своими руками берет рыбу, которая так по щекам, она прижимает одну рыбу к груди, другую к лицу. И рыба у нее вот здесь, она берет, она зубами ее хватает. Она ела скорпионов, она ела эти яйца, где птенцы уже зарождают. У-у-у. Ну, ты сказал прижаться к груди, а Аня Сидаковый захочет любая рыба. Ну, в общем, на самом деле, Аня большой боец, и вообще девочки в таких условиях... Я первый раз, в первый день спросил, а у нас туалетная бумага где? Важные салфетки? Ну, да. Она с нами не общается, есть оператор, который это снимает. Я говорю, извините, а бумага где туалетная? Да, я понял. И мы вот искали какие-то приятные... Лопухи? Ну, листики, да, которые. Вот. А я немножко думал, как вот девочкам в таких условиях, мы не чистили зубы, действительно. Кстати. Кстати, не чистили, но посмотрите. Ваши крупные платы? Обалдеть. Это гены. Да не гены. Вот как устроен мир, что видно, ты из-за того, что на детоксе на таком, ты правильно дышишь, там море, вода. Да, мы много пили, там мало ели, я не знаю, я как-будто, я как-будто сейчас, да, Кость? Да. Слушай, а ну расскажи, пожалуйста, по поводу гигиены. Пахли вы там, через экран ты не передаёшься? Знаешь, кое-что самое, что было, когда тебе ночью нужно надевать вот мой костюм ночной, это у меня были такие штаны и кофта, потому что без этого нереально спать, потому что сейчас закусают. И это всё, и ты, я в этом спал 30 дней, не стирая, не стирая. И такой уже приятный, я понял, как я пахну. И я подумал, в принципе, запах мужчин. Ну да, немножко, но не было такого, что прям вони какой-то нет. Может быть из-за того, что было помимо наших запахов ещё запах леса, собаки, которые там ходили, и тухляк, который валялся. Поэтому, на самом деле, по гигиене, да, было непросто, но я чистил зубы, мы там нашли какой-то, и до сих пор не могу понять, что это был за плод, что это дерево и фрукт такой висит. Я первый раз, когда я увидел, думаю, ананасы. И чистить зубы ананасом. Прекрасная идея. Это какая-то красная какая-то штучка, ты достаёшь сердцевину и просто ей чистишь зубы. Немножко песочка. Песок, песок как мыло в этих условиях, и он действительно очень помогал. То есть ты берёшь песочком, всё спокойно, прошёлся, и у тебя как будто всё чисто. К стоматологу ещё не ходил после этого? Нет. Ты не собираешься, видимо. Да, но вообще, в плане быты тоже, мне кажется, я очень вырос. Ну, ты приезжаешь, когда у тебя доставка, всё такое, а потом ты понимаешь, что у тебя кастрюля вся в рисе. И тебе нужно её там идти мыть, а она рис такой, может быть, ещё из-за жары, но его невозможно там отскрябать. Ты идёшь, берёшь... Как пригоревшая гречка или хуже? Хуже. Ты начинаешь всё делать, потом песком, там три этапа очищения этой кастрюльки, и потом, когда она чистая, ты такой выходишь, как моя прелесть. Я такой смотрю на неё, вау. Ну, очень много открытий было, на самом деле, вот таких, которые... А давай ещё про людей поговорим. Вот Анна Ковальчук, ты с ней не так много взаимодействовал, вы коллеги по цеху. Да. Пока ещё ни разу не сыграли вместе в фильме, но как она тебя в проекте? Анна Ковальчук была с дочкой Златой, но она уехала через два дня. Она первая, кто уехал, да. Я увидел только её один раз, когда мы в самом начале выбирали себе команду, и мы с ней очень классно шутили. Она приехала в кепке. Актрис, актрис. Я такой прикольный. И мы так классно общались, и я думал, я бы хотел взять её, кстати, в свою команду. Но так получилось, что нет. И потом нам объявили, что она покидает проект из-за каких-то личных своих вещей. И Злата осталась одна. И Злата вообще тоже молодец, она дошла практически. Ну очень далеко она в пятёрке. Я считаю, что люди, которые уже в пятёрку дошли, это победа. Но в таких условиях я уже всем говорил, ребят, ну вы герои для меня. Кто будет последний, ну это как повезёт, правда. Это пока спойлер. Это будет последний. Ну в общем, кто ещё? Сейчас скажу. Птаха. Он для тебя... Ну ты слушал Птаху? Давай так, начнём с этого. И честно сказать, какие-то треки да, но не то чтобы. Спасибо центру за это, я знаю. Спасибо центру за это. Мы на этом выросли. Да, я постоянно говорил спасибо центру за это. Но Давид, чтобы ты понимал, мы всё время, всю игру голосовали друг против друга. Он говорит, я голосую честно, всегда подойду и скажу, против кого я голосую. И он первый день подходит. Лёша, я голосую против тебя. Я говорю, я против тебя. А, тогда всё. Нет, ну просто он сильный игрок. Послушай, да, вот я хотел спросить. Он, наверное, как человек, который этой игрой живёт. Живёт. Наверное, он хотел тебя вынести как сильного игрока. Правильно я понимаю? Да. Ну я думаю, что, да, он, конечно, стратег. Он всё знал. Он, может быть, что-то на остров провёз уже. Ну, как бы, были такие моменты. Ох уж эти рэперы, везде что-то привезут. Нет, нет, ну просто он знал какие-то лазейки. И у нас действительно такое было классное соперничество. Мы из разных племён. То есть я из племени тигров-вождь, племени слонов. Мы постоянно на испытаниях закусывались. Там было одно испытание, где мы должны были ловить, как в Angry Birds. Там Ираклий заряжал с папой эти летающие мячики. И мы должны были ловить такими штуками. И мы прям с ним закусились. То есть летит мяч, я такой выпрыгиваю. Он у меня так плечом раз. А там тушка-то. Я такой, окей. Да, да. На километр немножко потом плыл опять к испытанию. Ну и мы так, я видел, что мы с ним так прикольно. Такая классная дуэль, но при этом всё в открытую. Мне нравилось, что я говорю, я против тебя. Против тебя, окей, а как дальше, как пойдёт. Такой у вас батл получился. Да, да, да. При этом то, что мы сидим у костра, классно общаемся на любые темы. Для меня у него такие две личности есть. Давид, который просто у костра сидит, и потом Давид на игре. Азарт. Ну там это смысл жизни. То есть для меня как будто всё равно в любом деле, мне кажется, должна быть лёгкость какая-то. Даже если... вот у меня сейчас будет проект, и я очень его ждал. Мне очень нравилась история, я только серьёзно готовился. И на первой смене из-за того, что, может быть, я был слишком серьёзен, мне не понравилось, как я сделал. Ну, как бы всем вроде сказали, что всё очень классно, но я думаю, нет, это не то. И я для себя понял, что, возможно, в каждом деле должны быть щепотки лёгкости. Как бы ты не был серьёзен, как бы ты не хотел, немножко должно быть, ну, улыбки какой-то. Не, ну знаешь, что, типа, я здесь выиграю, что бы ни стало. Вы просто здесь, моя команда на время, вы мне поможете дойти до финала. Вот такая тема. Нет, мне кажется. А здесь всё это особенно проявляется, что если ты с людьми общаешься не из-за того, что игра. У меня не было такого, что я что-то расстраивал схемы. Я здесь с тобой улыбнусь, чтобы ты против меня не голосовал, я там подружусь. Нет, я просто был собой, вот, и старался быть честным. То есть интриги ты там не плёл никакие? Ну, нет, конечно, когда уже время к финалу подходило. Ну там, там, знаете, или Кость, или ты, или тебя. Да. Или ты ко мне подходит, говорит, там тоже у меня были свои пташки. О-о-о! И говорит, Лёш, ну против тебя там Давид хочет какой-то такой расклад, что против тебя будет столько-то голосов. Я говорю, хорошо, я понял, спасибо. Я уходил к морю, садился, у меня был песок, я такой брал песок, знаешь, как в меме. А, как в меме. Я такой, и думал, что можно придумать. Но прям заговоров не было. Я просто подходил и говорил, я буду делать так. Делай, как хочешь. А я буду делать так. Знаешь, что не сделаешь, я буду проще тебя, нет. Не так, просто я буду делать так, если... И просто варианты говорил, какие будут, если там сделать так или по-другому. Скажи, пожалуйста, Ксения Бородина, она с вами в кадре что-то там вела? Да. Объясняла правила и так далее. Но, в отличие от вас, она уходила куда-то в пятизвездочный отель. Ела на завтраке, значит, какой-то там творожок. Да. Пила ароматный чай или кофе. Как вы на нее все смотрели? Да, было немножко. И Ксюша такая еще была очень красивая. Вот каждый выпуск у нее новый наряд. Она все у Седаковой забрала, видимо, смотрите. Да. И мы еще стоим, такое солнце, просто палящее. Шея у меня, минус шея, ну просто. А у нее зонтики всегда когда-бы. Она, привет, тигры, привет, слоны, привет, Ксюша. Но, на самом деле, был очень классный один момент. Она говорит, Леша, Леша, иди сюда. Уже после испытания, я говорю, что-что. Она такая... Я подхожу, и она мне бутерброд с тунцом. Аккуратно в кастрюлю, которую мы там на испытания привозили. Так раз. Поделись. Я такой, Ксюша, блин, спасибо. И мы этот бутерброд. Просто с тунцом. Самый простенький. Мы его поделили на пять частей. Реально вот после этого проекта папа Нико сказал, который уже достаточно взрослый. Я говорю, Нико, мы сидели уже близко к финалу. А что для вас? Что вы здесь... Ну не урок, а какой после этого проекта вы для себя что открыли? Он говорит, что счастье в мелочах. Взрослый человек. И я... Настолько это в меня попало. Настолько сейчас я как будто с этим живу. То есть, действительно ведь так. Ну что... Вот я сегодня сюда пришел. Мы с тобой болтаем. Я запомнил твою какую-то классную шутку. Надеюсь, она будет. Ладно, нет. А он хорош. И я на весь день этим живу. И там... И ты с утра, допустим, попил этого кокоса. И ты просто, блин, живешь этим. Ты ночью смотришь на звезды, которые... Ну как будто вот, ты можешь их потрогать, они так близко. И ты не можешь как бы насмотреться. У тебя нет телефона, он не нужен как бы. Я по-другому на мир посмотрел. Я другой приехал сюда. Вот. А вот в себе вот как... Можешь ли ты сейчас сказать, формулировать, что ты в себе открыл нового? Благодаря вот этим 31 день, да? 31 день. Наверное, вот этот год у меня был достаточно богатый на проекты. Я был в разных экспедициях. И много чего-то происходило. Я понял, что очень часто думал, что про меня думают люди. Что про меня могут сказать люди из-за какой-то ситуации. Я как-то мог извиняться где-то из-за того, что... Ну, просто как будто нужно правильно сказать. Ну, извини, ладно, я здесь не правду. А последний герой мне показал, что, блин, чувак, это жизнь твоя. Это жизнь одна. Вот ты, когда ты там на острове находишься абсолютно голой с собой. Полное принятие вообще себя, тела, всего. И ты понимаешь, что есть твоя семья, близкие, люди, все классно, но чувствуй себя, не забывай про себя просто. И уважай себя, уважай, что ты думаешь, чувствуешь. И, возможно, не нужно там для словца говорить извини, если ты так не хочешь. Ну, как бы... А еще в нашей профессии, знаешь, где, возможно, есть какая-то такие темы, что надо дружить, где тут нужно что-то. Нет, я всегда был такой честный парень, но сейчас я еще более понял, что хочу быть просто собой, себя не обманывать. Скучал по светским зусовкам? Да. Ну, я по друзьям скучал, мы только закончили офигенный проект «Казачок». Я был два месяца на съемках в Пскове. Это очень классная история. Там парень попадает в прошлое, перемещает. Да, мы про это поговорим. Да, поговорим, да. И я думаю, я там на лошадке всегда. И я этот год прям на лошадях был весь год постоянно. Я думал, блин, как бы прикольно сейчас на острове. У меня еще лошадь, и я еще так похудел на такой прессик. Я думаю, давайте рекламу какую-нибудь снимем. Бренд для мужской косметики. Можете позвонить мне, я вас свяжу с Лешей. Он топ для дезодорантов. Слушай, расскажи, пожалуйста, в Таиланд ты полетишь отдыхать теперь? Вообще, знаешь, когда я только вышел с проекта, я подумал, что я так хочу домой. Я так хочу обнять всех своих, там, Матвею, маму, ну, всех, всю семью. И просто я был рад. Нам сказали, что снег уже. Ну, это не был снег, когда я приехал. Но я хотел вдохнуть этот холодный. Посмотреть на людей, которые ты там проходишь, на тебя немножко так идиот, когда ты там улыбаешься. А там тайцы же все. Уже несколько шагов в сторону. И ты такой, окей, hello, да. На самом деле, очень тоже ребята, которые нас довозили на испытания на лодках, рыбаки, они видят, что нам тяжело. И один раз мы ночью уже плыли такие с испытания, а у него фонарик на лбу. И он смотрит, я думаю, что он делает, он прямо в воде начал светить в воду. И раз он светит в воду, там рыба летает, летающая, бум, вылетает. И он начал ловить рыбу нам на ужин. Он светил специально в рыбу, она нам запрыгивала в лодку. И он три штуки нам так поймал. Я говорю, брат, ты просто лучший, ты просто респект. Мы эту рыбку поели. Что вот ты, когда оказался, так скажем, на большой открытой земле, что ты вот сделал впервые? Не знаю, там, щекой к туалетной бумаге прикоснулся. Нет, я смотрел. Открыл воду, и вот у тебя из крана течет вода, и есть чистая посуда, полотенце пахнущее, гель для душа любимый. Да, на самом деле, я думал, что буду так отмываться долго. Но у меня было просто, я подошел к зеркалу и смотрел на себя. И просто смотрел. У меня же там первый раз, наверное, в жизни были такие усы уже. Я смотрел на себя, я смотрел на тело. У нас же не было зеркало, я не знал, как я выгляжу. А я только после проекта увидел вообще, что со мной. И думаю, блин, ну, неплохо. Но я думал, что хуже. Я посмотрел все свои рамки от пляжных блох. Они, кстати, быстро заживают. Вот у меня вот остались вот здесь. Лови. Спасибо. Здесь у меня московские блохи, теперь буду пляжные. Буду дружить. Ну, конечно, кайф от воды, что ты можешь там потеплее, похолоднее. Пена, шампунь. Унитаз. Унитаз. Нет, ну, честно, я долго на нем сидел. Нет, ну, просто даже ты сидишь на закрытом. Ну, как бы там сто человек. Все уже. Ну, ты просто, да, в шоке. Потому что там я уже привык, у меня уже было свое место. Которым... Ладно. Мы куда-то не туда пошли. Давай быстренько блиц, который вернет нас в темп разговора. Итак, ел тайком от племени? Нет. Писал в море? Да. Все. В реальном деле это просто. Был такой, что не мог уснуть из-за чего-то храпа? Да. Кто? Ираклий. Папа Ираклия. А было слышно сквозь храп? Лондон. Да, я так шутил. Да. Я говорю, типа, Ираклий, ты очень сильно храпишь. Он говорит, нет, ты храпишь. Я говорю, нет, ты. И мы подрались с ним. Но они похрапали, даже девчонки. Ну, это тайно. Плакал по ночам? Плакал один раз. На самом деле был очень трогательный момент. Да, расскажите историю. Да, можно рассказать? Когда уже двадцатый день на острове, нас уже очень мало. И папа ушел с проекта. Где-то в середине. И я остался один. И там получилось так, что Давид со своей командой, ну, как коалиция это можно сказать, они держатся отдельно. Это на следующий день, когда папа там ушел, они такие радостные, наверное, что получилось стратегически это выиграть. Они держатся особняком. Нико, папа Ираклия, ходят с дровами. Он все время уходит, приносит дрова или кокоса. И я в полном таком злости, у меня такая, сижу у моря. И мне говорят, Леша, там письмо вводи, посмотри в это имя. Я достаю это письмо, и знаешь, так открываешь его, и привет, там наш любимый, привет, сынок. Я такой закрываю, блин, это семья. Я боюсь, что там мама, и я не мог его прочитать. То есть я вот так его держу с ним, как в кино, вот реально сцена. И я такой раз, я просто собирался силами, чтобы там не было камер, но все равно они были. Конечно, они подсняли мою реакцию. Я сел и начал читать, и каждое слово, оно для тебя действительно весит в сто раз больше, чем раньше. Я понимал вообще смысл письма. У нас в институте было задание письмо, и я его немножко не понимал. А в этот момент я понимаю, что это такая жизнь, нам говорят, Леша, у тебя все классно. Там проекты, мы договорились, все хорошо, там тебя дождутся. А у нас тоже там Елисейка на тренировке, у Матвея тоже сейчас. Матвей тоже там, в Бразилии они ездят с молодежкой, он там капитанил, типа. Фу, офигеть. Прикинь. Флэшбек туда, типа. И все классно. Ты, типа, для нас уже герой, но иди до конца. И там ПС, и там в конце привет от капитана Барбоза, я так Иракли называл. И я такой смеюсь, и у меня слезы просто капают. Знаешь, ты их не замечаешь, что они есть. Я просто вижу, что у меня уже все письмо мокрое. И я думаю, блин, я буду бороться. Я буду просто до конца идти, как бы ни было. Я так сложил, это была прям самая сильная мотивация. А потом вплоть до финала это письмо было со мной. Очень круто. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется после такого, когда письмо от семьи, ты плакал, перейти к твоим мыслям. Где-то вы уже ближе к развязке. Да. Ты лежал, может быть, и в голове уже тратил те пять миллионов рублей, которые обещали за победу. Но еще не зная, кто с тобой будет соревноваться. Да, на самом деле, Костя, я вообще не думал про этот приз. Ты начинаешь о нем думать, когда у вас четверо сидим у костра, и Давид говорит, кстати, пять миллионов. И я такой, да, кстати. И я говорю, ребят, мы такие дружные, может быть, разделим? По один двадцать пять. Я говорю, ну правда, ну все достойные здесь. Неко там классно себя проявил, там Виолетта, девочка, Давид. Как будто это было бы честно. А Давид такой, ну не знаю, не знаю. И все такие как-то раз, и от этого разговора мы ушли. И в этот момент я понял, что действительно еще можно выиграть в финале какую-то копейку. Потому что папа на первых синхронах перед этой игрой говорил, что для вас важнее, последний герой звания или деньги? Папа говорит, деньги. Мне было бы классно, я там что-нибудь себе построил, все такое. А я сказал, последний герой. Я если сделаю татушку здесь, я хочу, правда. Просто это такое событие, которое я понимаю, что я и в пятьдесят лет не забуду. И в сто лет, дай бог. То есть не забуду никогда это на всю жизнь со мной. И то, что я могу выиграть, это было бы классно. Так, хорошо. Но если есть ценный приз, то, наверное, были штрафы. Тебя штрафовали там? Нет, почему? За что? Правила нарушали вообще? Было такое, что... А давайте мы сейчас все возьмем и нарушим правила. Вообще, в какой-то момент нам сказали, что вы на необитаемом острове вообще, что здесь никого нету. Но сзади нам почему-то, у нас там был спасатель, который на всякий случай, он только кто-то, если кричал, или я говорил просто, болит, меня укусил паук один день. Прям я увидел паука, и весь день я был как будто по чем-то. Я... у меня офигенно. Просто офигенно мне дали таблетку, ну, на всякий случай от чего-то. Она не помогала. Я весь день провел в таком... я не хочу есть, не хочу на испытания. Мне просто кайфово. В какой-то момент я подумал, может, это человек-паук? Это было такое, там был спасатель, жил у нас в домике. И туда нельзя было ходить. Нам сказали, туда нельзя, там зона реалити заканчивается. И я всегда, знаешь, как тайная комната, говорю, поеду. Я тогда смотрю, думаю, когда-то надо сходить. Но Ираклий один раз там, что-то там не получилось. Но, в принципе, мы ничего не нарушали. Все было по-честному. Поэтому, я не знаю, никого они там не штрафовали. Но все достойно играли, правда. Слушай, а вот этот digital detox без смартфона, без социальных сетей... Как-то ты уже окунулся в мир новых мемов, новых приколов, коротких видео. Вообще, ты человек, который много времени проводит в телефоне. Да, много. Расскажи, пожалуйста, как вообще жилось без вот этого нашего проклятия, с которым мы на привязи срослись. Да, я прям с ним расстался в последний момент. Нам говорят, все, сдаем телефоны. Я прям с ним, сейчас, сейчас сдаем. Сдаем? Да, Леша, сдаем. Да-да-да. И все мои последние кружочки, что, ребята, я через две недели приеду. Я так думал. Я думал, что, ну, я побуду там сколько-то, но навряд ли весь срок получится все равно пробыть. Я понимал, что это, ну, непросто. Плюс у меня еще знал, что меня ждут проекты какие-то там, пробы. Я не могу так надолго уходить из жизни. И я такой, ну, ребят, до скорой встречи. И в какой-то момент, ты понимаешь, ты не можешь так вот, знаешь, обновить. Ты не можешь позвонить. Нет, самое, наверное, вот для меня было тяжелое, это что ты не можешь услышать голос близкого человека. Как бы это ни звучало ми-ми-ми, я понимаю, да, но это так. Потому что когда я снимался, ты все равно можешь позвонить и сказать, мам, ну как дела? Она такая, нормально там все, и ты знал обстановку. А сейчас это просто все. Вот есть. Да, был папа, с которым мы очень классно болтали, но ты вообще не знаешь, что в мире происходит. Я оператору спрашивал, как сыграл ССК. Он такой, о. Я, что там вообще, что происходит в мире? Ты ничего об этом не знал. В конце проекта мне дали телефон, и я не помнил пароля. Реально. Я забыл пароль, у меня неверная, неверная. Через минуту на минуту он отключился, и я такой думаю, что... Face ID тебя не узнал на телефоне, люди отключен? Отключен Face ID, поэтому да, у меня был пароль. И я просто, я боялся, самый вообще прикольный момент. Авиарежим стоял, и я уже все, закончилась игра, я приехал в отель, я не хотел включать авиарежим. То есть я увиделся с мамой, там по папе на телефону поболтал, но я боялся включать, понимал, что там сразу я окунусь в другую реальность, в кучу всего. И я не хочу, я не готов сейчас. И я эту ночь спал без телефона, только на следующий день я проснулся, и там включил, и там просто пипец. Леш, Леш, ты где? Почему ты не на связи? Леш, у нас премьера, у нас есть выход, у нас сериал, мы должны об этом рассказать, у нас пробы. Леш, как дела? Дофига, ребята мне пишут, пацаны, ну ты же хотел две недели. Ты что, там умер, а там у меня просто ребята... Что происходит с собой, типа Леха? Мы не понимали. И я потихоньку всем такой кружочек записываю. Что за итальянец? Девчонки такие, блин, Леш, тебе так идет. Я такой, да... Ну действительно, прикольно было с этими мусиками. Одноклассники обновились. Теперь любое увлечение – это ок. Можно увлекаться садом, но сбежать из него в путешествие. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Можно занять привычную позу у плиты, но освоить новую на йоге. Одноклассники – это десятки тысяч интересов и миллион людей, которые их разделяют. Мои увлечения – это ок. Друзья, если вы не знаете, какой салат приготовить на праздник, не умеете упаковывать подарки, я вам могу помочь. На платформе «Одноклассники» в сервисе увлечения вы найдете все, что поможет создать вам уют дома и развлечь гостей. В увлечениях – море лайфхаков на любой случай. Поверьте мне. Слушай, ну у тебя, да, ты вернулся в работу, выключил авиарежим, получил кучу сообщений. И вот на носу, как принято говорить, сериал «Казачок». «Казачок». Смутное время. Смутное время. 17 век. Очень смутное время. И ты там? Я там. Ты туда попадаешь, ты там не родился, правильно? Да, я туда попадаю. Там история про парня, который завалил экзамен по истории. Родители говорят – иди на перевоспитание к бабушке. А я на гаджетах постоянно. То есть дрон, все, телефон, постоянно наушники, все такое. Здесь я снимаю ребят, которые ловят рыбу. Подлетаю дроном, пугаюсь, распугиваю рыбу, они начинают за мной гнаться. Типа, ты что, чувак, делаешь? И мы у колодца встречаемся, они отнимают у меня телефон, начинают перекидывать. И перекидывают, я за ним тянусь, падаю в колодец, оттуда вылезаю. И надо мной стоит девчонка, такая у нас офигенная девчонка, Вика Разумовская, актриса. Вообще супер. Рыженькая, она дочь Атамана. Она прям дочь Атамана, персик, я не знаю. И она мне говорит, ты чего растянулся-то, хобяка? Я говорю, чего? То есть там построено на том, что я попадаю в другую реальность, в другой мир. И офигенный просто опыт. Я очень хотел по-актерски это сыграть. Потому что ты можешь играть здесь все. Все, ты не пропускаешь ничего. Каждое слово, то, как выглядит, все для тебя в новинку, ты можешь в это все играть. А ребята, другие артисты, играют все меня. Кто это? Я говорю, ребята, вы что гоните? Это что, косплей? Что происходит? Они такие, ты кто такой? Какой косплей? Очень прикольные такие противостояния сленгов. Но в итоге там такая есть классная линия про то, что мой прадед... Я в прошлое попал, а мой прадед Говар. Если погибнет там, то мой род в настоящем его не будет. Да. А там постоянные крымчаки набег. Крымчаки, они постоянные казаки в этих войнах, в походах. И поэтому мне нужно его сохранить. А он такой, он сотник и говорит, я пойду рубиться. Я говорю, не надо, пожалуйста. Не надо. Как с другом в баре. Пожалуйста, дядя Говар, не надо, блин. И я становлюсь из такого пацана, который хочет сделать все, строю колоди, чтобы вернуться обратно. Я понимаю вообще, насколько тоже важна семья. Я начинаю там скучать по маме. Вот видите, вот я про то, насколько наша профессия с жизнью вот так вот идет. Вот я скучаю по маме на последнем герое в жизни. И там у меня была сцена, где я скучаю также по маме из-за того, что у меня в другом мире вообще находится, не знаю что. Я записываю видео и говорю, мам, я так скучаю, я плакал там. И тоже очень трогательная сцена. Короче, казачок, мы ждем. Помимо, помимо того, что вот после твоих слов про родителей, я хочу сказать все, кто смотрит сейчас наше видео, поставьте на паузу, напишите маме, спросите, как у нее дела и возвращайтесь к нашему интервью. Есть ли у тебя такой проект, за успех которого ты бы написал на бумажке, поджег и потушил шампанском в новогоднюю ночь? Как красиво, Кость, ты как чувствуешь? На самом деле, есть такой проект, который я очень жду, потому что мне бы хотелось сыграть... Я играл, у меня была историческая роль, играл Петра в юности, Петра Первого, но это было не так много. Здесь, в России, у нас будет проект, называется Этерна, на кинопоиске. Он выйдет весной 2024 года. Мы молодые унары, ребята, которые мечтают, чтобы их выбрали вооруженосца. Это такой, как у нас, как маленький Хогвартс. Мы там учимся в ЛАИК, у нас учат фехтовать, у нас уроки там истории и все такое. Я там Эстебан Калиньяр, наследник рода Калиньяров. Такой у меня рот медведь, такой медведь на моем мече, на моей шпаге. И самый был прикол, я приезжаю на первую смену, все, меня уже утвердили, и мне дают мою шпагу. И я начинаю ей, я же левша, я начинаю левой рукой ей просто играться такой. И мне режиссер подходит и говорит, Леша, а почему в левой руке? Я говорю, я левша. В то время не было левшей. Мы не можем, мы не можем это допустить. Потому что левша в то время, ну вообще по книге, это от леворукого дьявола. А мой персонаж, ну, он из такого рода, что, ну, непозволительно. Я начал переучиваться в процессе съемок, фехтовать правой рукой. А по сюжету я вообще лучший ученик. Я там самый сильный, я лучший в фехтовании, я все это умею. А когда мы начали репетировать, я худший. Мне дают правую руку, я ничего не могу. Но мне тяжело, во-первых. Я думаю, а есть полегче. Это странно все было. Но я очень старался. По итогу говорят, что у меня получилось очень неплохо. Все удивлены результатом на самом деле. Потому что финал, говорят, проект, который будет, это вообще пока что одна из самых сильных цен. Как говорят наши авторы. Поэтому ждем Этерну. Очень масштабный проект. Красивый. Там много крашей. Будущих, возможно, может, уже настоящих. Но там будущих. Большие артисты, хороший режиссер. И мне кажется, на одном дыхании это можно посмотреть. У нас такого еще не было. Совсем скоро хочется об этом поговорить. Сериал «Казачок» есть. А есть еще сериал «Ивановы-Ивановы», который переходит на большой экран. Это полный метр, в котором ты сыграл. Еще играю. Еще играешь. Да. Как правильно все-таки «Ивановы-Ивановы» или «Ивановы»? Вообще по названию наши создатели, я их назову. Леха Михнович, ты знаешь, Леха Татаренко. Ребята, привет. Привет. Это наши авторы, которые... И мои большие друзья. И да, и мои. Они придумали вообще эту всю историю сначала. И вот у нас уже шесть сезонов мы сняли. И вот сейчас будет новогодний фильм. Изначально они хотели, чтобы в прикол Ивановы-Ивановы. Ивановы – бедная семья, Ивановы – это род. Барунов – отец, я там тоже. У нас такой, да, особняк и все такое. Но почему-то народ всегда говорит «Ивановы-Ивановы». Всегда, и мы уже привыкли, мы тоже такие «Ивановы-Ивановы». Как будто это более трушное такое. Все говорят «Ивановы». Вообще «Ивановы». И-и-и-и. Вы снимаете полный метр. Да. Это как бы... Что это такое? Это более... Это просто одна длинная серия? Или это по-другому все раскрывается? Мы снимаем просто такую специальную новогоднюю историю. Очень теплую, которая будет или в Новый год, или ближе к этим датам. Что Ивановы едут в отпуск. И там что-то происходит. И все опять идет не по плану. И мы всей семьей пытаемся из этого вырулить. У меня очень классная там тоже линия. Не хочу просто спойлерить, потому что действительно неплохо. Просто скажу, покажу вам этюд, какое состояние у меня будет в этом сериале. Тебя пчела какая-то укусила инсу? Я пока не могу понять. Нет, мне там... Меня ударят. И я... Я говорю... Сломанная челюсть будет? Да, немножко... Я... Буду не обаятельный немного, да. Нормально. Даже со сломанной челюстью ты еще такой обаятельный. Видишь, без стоматолога, как у тебя все осталось. На самом деле Иванова хотелось бы сказать про то, что этот проект... Это мой первый большой проект. Это моя первая роль, после которой, наверное... Ну, я шел по улице, помню, вышли первые серии первого сезона, и меня со мной фоткаются. И я вообще думаю, серьезно? Реально? Ну, как бы... Я не забуду никогда этот опыт. Не забуду этот проект. Он и всегда у меня здесь. Поэтому... Мне кажется, что сезоны, там, первый, второй, третий, они на очень высоком уровне. Дальше как будто... Немножечко не то. По мне. Как будто есть разница. Я ее вижу. Хотя говорят по рейтингам, и зрителю нравится. Но мне кажется, что это понятно, что немножко... Мы уже придумываем, что-то надо придумать. Вот. Но я никогда не откажусь сниматься. Как бы ни было, я буду до конца в этой истории. Потому что надо помнить откуда-то. Надо не забывать свои корни. Отлично. Потому что, ты знаешь, некоторые актеры, которые говорят про их старую, там, или первую роль, они начинают немножко злиться, что я же после этого еще многие сыграл. Я знаю, что, может быть, тебя раздражает, но тебя, как обояшку, как суперзвезду русских сериалов и кино называют русским Тимати Шаламе. Я сделал, знаешь, сериал «Лукины-Лукины» или «Лукины-Лукины». Такой выйдет. Уже есть постер, пожалуйста. Вот он. Посмотри. Господи. Посмотри. Ты можешь поближе. Подойдите поближе. Я хочу подойти, извините. У меня минус тридцать. Нет, ну слева поинтересней. Естественно. Ну там матюха. Естественно. Посмотри, какая у тебя семья. Капитан юношеской сборной России. Твоя талантливая сестра. И ты. Скажи. Обалдеть. Ты человек, который по твоим рассказам и по твоим эмоциям невероятно ценишь все свои семейные связи. Очень. Новый год на носу. Как ваша звездная семья собирается за одним столом? Мы все договорились. Мы всегда встречаем вместе Новый год. Вот что бы ни было там понятно может быть хочется там разные компании. Матвей сейчас тем более он мне там футболист, братки там взрослый. Матвей давай с нами. Он говорит. Так они же 365 дней на сборах вместе проводят. Ну ладно. Вот так вот бок о бок. Ну ладно. Все равно им хочется тоже мне кажется как-то отдохнуть там. Тусануть как-то. Это надо отдохнуть. Потому что всегда я знаю, что вообще за тренировки у них там. Это действительно, ну это работа большая. Я считаю, да, у меня эмоциональная работа. Я тоже там устаю и все такое. Но тренировки, когда Матвей после тренировки обычно идет в зал вечером. И вообще он не пропускает дни. Это такая работа над собой. Вообще у каждого футболиста, который играет, я просто понимаю сколько сил к этому приложено. Ну это... Ну смотри. Я про Новый год. Люди, подожди. Да. Люди очень любят ругать две вещи. Русское кино и русский футбол. Как ваши родители справляются с каким-то недовольством в ваш адрес? У вас потому что флеш-рояль собрался. На самом деле очень мама помогала всегда. Мама наша, она, конечно, так любила тебя маму. Я буду это говорить, я буду это говорить. Потому что они нас так растили. И что я буду делать? И что бы мне хотелось вообще, чтобы было в мире? Мы росли в любви. Мы все росли в любви. И поэтому, я думаю, получилось, что мы реализовались в жизни. Там у меня какой-то путь. Когда я был футболистом, и потом прихожу к папе в 15 лет и говорю, пап, я не хочу больше в футбол играть. Я снялся в рекламе Доширака, и мне так понравилось, мне так гримировали, мне так понравилось. И он мне говорит, Лёх, ну типа Лёш, занимайся тем, что тебе нравится. А он меня возил из Сергиева Посада два часа туда-два обратно на тренировку, там три года. И он мне мог сказать, типа Лёш, ну я столько времени в тебя вложил, ну давай хватит. Это просто какая-то минутная у тебя такая шалость. Занимайся, сколько ты потратил года на это. А он мне поверил в меня. И мама, допустим, когда вот мы что-то смотрим, может кто-то раньше мне писал в первых сезонах, но я был еще сырой. Мне писали, ну да, мне говорят, ну типа Лёша, ну это что-то, не верю там или что-то такое. И мама такая, я такой, ну написали, не знаю, ну такое попало в меня. Сынок, ну пошла мне в жопу. Ну ничего, ну ничего, тут нормально. И у Матвея тоже бывают неудачные игры, но эта поддержка, она у нас в семье всегда. Как бы что ни произошло, я знаю, что близкие всегда поддержат. И я бы хотел, чтобы это вообще было, про вот эту любовь и поддержка в семье. И вырастает ребенок, который хочет в этот мир отдавать, приносить. Он полноценный, и он от себя, он дальше так это все и пойдет. У меня будет такой же сынок офигенный, но я хочу дочку, на самом деле. Да, я бы просто, у меня есть классный пример, как я хотел бы, что вот мой ребенок, как он рос. В общем, даим родителям огромный респект за то, что подготовили будущее российского футбола и будущее российского кино. Огромное, спасибо. Это огромный респект. А у нас новогодний интерактив, который называется «Крадущийся студень, затаившийся дракон». И так, Леша, скоро Новый год, на носу, как правильно говорить сейчас. И мы с тобой сделаем фотографии. Детские фотографии с Дедом Морозом. Я мечтал, какой-то с тобой фотографии. Нет, у нас будет с тобой фотография совместная, но для начала мы сделаем из старых фотографий фоторамки, и ты сыграешь ребенка. То, что ты прекрасно делал в 15 лет в рекламе Доширака. Да. Ты прям ребенка. А какой? Говяжий был? Нет, я не помню, я обливал. Я просто запомню, что... Лучшая реклама вообще. Лапшинистого приготовления. В общем, фоторамка, в которую мы с тобой будем вставлять свои лица и пытаться отыграть, что нереально, переиграть детей в кадре. Это невозможно. Итак, первая фотография. Мы постараемся, Кость, но это нереально. Давай, вот смотри. Так, значит, тебе нужно, да, в камеру, посмотреть в камеру и сделать лицо ребенка, который фотографируется с Дедом Морозом. А теперь в камеру, в камеру. А где? Вот, 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 да? Да. Блин, идеально. А теперь оригинал, пожалуйста, покажите. Вот. Ну, возраст, не знаю. Я бы так сфоткнулся. Теперь попробую я, давайте. Давай, Кость. Вау. Ну, какой-то. В правильную сторону осмотрю. Блин. Брэд Питт. Ловим. Сколько оценок ты уже дал, Кость? Голк на оригинал? Ну-ка. Во. Да, есть такое ощущение, что это юный депутат рассказывает Деду Морозу о том, как они благоустроили детские площадки к выборам. Двигаемся дальше. Следующее. Сейчас чуть-чуть я тебя попробую. Во. Во. Идеально. Идеально. А теперь оригинал. Почему всегда со мной плачут дети? Так. Давайте мне. Давайте мне. Он какой-то обаятельный, Кость. Фиксируем. Смотрим оригинал. О! Так это же я. Дед Мороз. Что за Дед Мороз? Давайте, следующая фотография. О! Нас двое. Ой, нас двое. Поймаете меня? Ну почти. Ну почти. Почти. Ну что, ребята. Сегодня у меня в гостях был невероятный Леша Лукин. Смотрите финал последнего героя. Смотрите сериал «Казачок». Смотрите «Иванова и Иванова» на больших экранах. В общем, следите за лучшим молодым актером современности. С наступающим Новым годом. Увидимся совсем скоро. Меня зовут Константин Анисимов. Пока-пока. Всем счастья. . . . . . . . . . Продолжение следует...